Единственная задача для рыбы – есть водоросли, которые выросли в прудах-охладителях. Эти растения попадают в систему охлаждения атомной станции и могут помешать её работе. Спасти АЭС помогают толстолобики и амуры. Очищение, биологическое очищение воды, она фильтрует воду. Вся эта зелень, вот эта вот вода, видите, даже сейчас её видно, какая вода, немножко в каналах, конечно, зеленоватая. Уже сентябрь, а представьте, летом какое идёт цветение. Вот здесь детский сад для рыбы, который устроили специалисты атомной станции. Сетка на воде, чтобы защитить морков от хищных птиц. Но малыши подросли, и защита уже не помогает. Почти 100 тысяч морков рыбоводы выпустили в большой водоём. Что мы так рано выпускаем, для наших условий, это рано. Вода тёплая, рыба ещё и в пруде как раз, но она баклан, вот эта птица чёрная, что летает. Налетает так, выбивает, сейчас чуть похолодает, заштормит на море, на Каховке. У нас здесь, и он весь будет у нас. По этих прудиках брать эту рыбу. Чистить водоём с помощью рыбы – это самый эффективный метод, говорят специалисты. Ни фильтрация, ни химическая очистка не дают нужных результатов. Единственное, что нужно – большое количество рыбы. Хотя в прудах её, как в большом рыбхозе, вылавливать и продавать рыбу на атомной электростанции не планируют. Теоретически это возможно, ну а практически, как это, будет ли это существовать, не могу сейчас сказать. Вообще у нас по статусу прудохладителя – это технический водоём, то есть он не рыбохозяйственный. При этом рыба в прудах-охладителях полностью пригодна к употреблению. И это хорошо знают браконьеры, которых постоянно задерживают охранники электростанции. Дмитрий Злачевский, Олег Притыкин, Сергей Чалый, Энергодар, ТВ5.